Йоу-йоу-йоу Влияние гитарное Влияние гитарное У меня самый Типа чувак, с которого я начал Вообще все это дело Окучивать, это был Ричи Блэкмор Я тогда еще не знал О существовании группы Deep Purple Но знал о существовании Группы Rainbow, его Ричи Блэкмор с Rainbow Наверное все альбомы Дадыр Были мой Дадыр заслушаны Потом там Purple Все такое У Purple, как ни странно мне Мой любимый альбом и второй чувак Который повлиял, но это все 12-13 лет, чтобы было понятно Мои Там есть такой альбом Come Taste the Band В котором Ричи ушел Они взяли очень молодого Перспективного гитариста, который Работал в технике Fusion Его зовут Томми Болин Он в конце мирового тура где-то передознулся Герычем, по-моему, в Японии У них И как бы Отдвинул кони К сожалению Но У него есть несколько сольных альбомов С помощью которых они его, собственно, и взяли И вот этот вот альбом Просто Я там тоже влюбился в эту Прифанкованную гитару Ну, соответственно, что там Фрущанты, может быть Джимми В общем, Ричи Потому что Он как Гилмор Только Еще более пафосный, что ли Ну, короче Там немножко больше страданий Это прикольно Гилмор просто душевный Ричи Гилмор Как мелодисты Которые делали из гитары Соло-инструмент Не пилили рок-соляки А именно Играли Классные мелодии Это с одной стороны Люблю классные мелодии А с другой стороны Получается Все чуваки, которые чешут Это пошло Еще с музыкального магазина Мир музыки На первой линии Васильевского острова Где я купил Первую электрогитару Точнее Мама, естественно, купила Потому что мне было там 13 лет Типа того Там был продавец Я к нему ходил После школы А он джемил Естественно Он продавец В музыкальном магазине Что он там делает Сидит, продает В промежутках Просто играет Что-то И я там Типа О-о-о Нифига Ты валишь Забыл Как его зовут Чувака Интересно вообще Что с ним стало По-моему, мы недавно Находили друг друга Вконтактике Или типа того Но дальше Дело не пошло Хотя хотелось бы Встретиться, конечно Я найду тебя Еще раз, парень По-моему, он Мне сказал Тогда, что Ты вот так вот Делай И не останавливайся Тут делай Что хочешь Хочешь медленно Играй Хочешь быстро Хочешь риффы Хочешь мелодии Хочешь аккорды Хочешь там Что угодно А вот это И вот так вот Делай постоянно Ну или там В каком-то Хочешь темпе Пым Или бум-бум-бум-бум-бум Постоянно чеши И вот эти Чук-чук-чук-чук-чук-чук Раз и два И три Короче Вот эти вот Дольки На них можно делать Грув Я такой Я ничего не понял Но теперь я все понял Вот так вот Если хочешь На джеме Ворваться С классной Гитарной партией Которая просто там Всего Басиста И барабанщика Выправит В идеальный Сочный Грув Просто начинай Делать вот так вот И в те моменты Когда Они ничего не играют Вставляй какой-то Шкряп Нажимай там И все И блин Оно живет Так что будет Просто широкая Вот такая Динамическая Пердула Которая просто Раскачает Самый последний Ленивый чел Будет пританцовывать Это я точно отвечаю С другой стороны Есть металл Где надо задрачивать штучки Там есть Скотт Ян Естественно У меня был период С фанатиней от Children of Bodom Потому что там Яу-яу Быстрые гитары И все вот эти Арпеджио грязные И какие-то Рифаки такие Типа Но я потом понял Что это вообще Такая Как бы Полумеры Какие-то Нормальные жирные Рифы Они должны быть Вот минимум Как у Скотта Яна Ну еще Естественно Все вот эти вот Doom Slash Stoner Темы Естественно По звуку Джош Ом Если хотите Секрет гитарного звука KS И там Queen's of the Stone Age И все вот эти вот Джош Омовские Проекты Берете гитарный усилитель Эквалайзер Высоких И низких частот В ноль Середину На максимум Втыкаете туда Какой-нибудь Овердрайв Типа Боссовский У него тоже Есть трехполосный Эквалайзер Или там Параметрический Короче не важно Там тоже середина На максимум Эти штуки Нафиг Потом какой-то Пердеж Втыкаешь И потом уже Когда сигнал Уже заходит В какой-то С микрофона Уже снятый В какой-то Прибор Там в консоль Тоже перед ним Ставишь Либо просто Эквалайзер Либо какой-то Опять же Чувак Который бустит Это все Типа овердрайва И тоже Оставляешь Короче одну Такую Просто Задавленную Середину И будет Роскошный Вот этот звук Который Ты ищешь Друг мой Фанат Стоунера Короче Все Что тут Можно еще сказать Увидимся Ребята Субтитры Редактор субтитров